В России против руководителя организации «Йордан» помощь Бахрома Хамроева возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Хамроев занимается защитой прав трудовых мигрантов из Центральной Азии уже на протяжении многих лет. И известен как один из немногих бескорыстных правозащитников, который на самом деле может помочь защититься от произвола со стороны правоохранительных органов. Вина Хамроева, по мнению следствия, заключается в том, что он в своей квартире в московском районе Биберева зарегистрировал двоих граждан Кыргызстана и Таджикистана. В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что Хамроев действовал из личной заинтересованности, знал, что они не будут жить по адресу регистрации, и тем самым лишил возможности отдел УФМС России по городу Москве по району Биберева в СВАО осуществлять контроль за соблюдением вышеуказанными гражданами миграционного учета и его передвижения на территории России. «Я регистрировал в своей квартире тех людей, которые реально нуждались в помощи и хотели легально находиться в России. Никаких денег с них не брал», — заявляет сам правозащитник. Напомним, что в последние годы давление со стороны властей на члена правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева постепенно усиливалось. В 2016 и 2017 году сотрудники ФСБ уже проводили в его квартире обыски. В 2010 году Хамроева избил сотрудник ФСБ, а в 2011 на него напали неизвестные, устроив засаду в его подъезде. Правозащитник тогда заявил о причастности к преступлению узбекских спецслужб. Ни один из этих инцидентов не был расследован. Дело не в резиновых квартирах, считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономрёв. Предъявлено обвинение только повод для расправы с правозащитником, известным своей активной позицией по защите беженцев из Центральной Азии, которому угрожает принудительное возвращение на родину при участии российских спецслужб. Тем не менее, оказать на меня серьезное давление, что... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова